Эй, всем привет! С вами канал Культурный Кот. Это штукенция. Кот и медведь. Я Игроглаз. Сегодня мы поговорим про Израиль, потому что мы давно уже думали, уже лет 5, наверное, у нас в голове идея репатриации. Штукенция, она может репатриироваться, потому что она еврейка. Вроде бы. В общем, вроде бы, вполне точно. Ну да. Вот. И я не знаю, я, конечно, не еврей. У меня где-то, наверное, может быть, одна восьмая какая-нибудь есть. Ну, по мне видно, хотя не знаю, или похож. Тоже по характеру похож. По характеру очень похож. Мне кажется, по характеру ты вообще не еврейка, а я скорее да. Вот. И, в общем, мы очень давно думаем уже про Израиль, про то, чтобы туда поехать. То есть, изучаем эту страну. Очень интересна у неё история. Я, кстати, её довольно-таки подробно изучил. Очень было прикольно. Самый страшный факт про Израиль, который ты запомнил для себя? Самый страшный факт про Израиль, потому что там очень жарко. Как бы, как страшный факт для меня. Или ты про историю говоришь? Нет, вообще. Вот мне интересно было что-то ответить. Ну, вот жарко. А что тебя пугает больше всего в Израиле? Огромные тараканы. Меня вообще не пугают тараканы? Ну, вы говорите, что это... Это самое худшее, что есть в этой стране, из того, что я видела пока что. Они не кусаются. Это не важно. Я боюсь тараканов до усрачки. Ну, они, да, там такие вот бывают. Таких маленьких в Москве, я их просто вообще не переборю. Мне уже плохо. И не знаю, что делать. В общем, мы сейчас изучаем всякие города, думаем тоже насчёт города, где там что. И в целом изучаем плюсы и минусы. Я, знаешь, я много посмотрел видео про Израиль. Да, я тоже. Я посмотрел огромное количество. Мне вот, ну, есть много, на самом деле, я удивился, что так много блогеров, которые снимают про Израиль. Просто их огромное количество. Мне кажется, любой, каждый русский репатриант, он, приехав в Израиль, первым делом создает свой YouTube-канал и снимает про Израиль-видео. Это круто. Ну, мне вот особенно нравится видео, где, как бы, минимум болтовни и максимум показывают вот эти улицы, чтобы понять, ну, ощутить его. Как тебе понравился Израиль по видео? И ты знаешь, на самом деле, мне реально понравился Израиль. Вот ей тебе не очень понравилось по видео. По видео мне не очень. Как Египет. У меня почему-то странное ощущение, когда я смотрю видео, мне кажется, что это Египет. А Египет чем тебе не нравится? А Египет мне не очень нравится тем, что это какая-то такая, ну, ну, так сказать, раздолбайская такая страна, в смысле, что она какая-то... Раздолбанная. Ну, да, что там всё какое-то такое, не знаю, даже странное ощущение, недоделанное какое-то. Ну, Израиль-то как раз на другое, там всё доделано. Ну, вроде бы нет, он другой. Он красивый есть. Но почему-то по видео у меня создаётся какое-то странное впечатление. Я не могу понять, что это за место никак. И из-за этого я... Мне скорее не нравится, потому что видео, они все вот как-то не то показывают, что я хочу. Не знаю, вот я когда посмотрел видео Израиля, у меня чётко совершенно, я офигел, как там всё аккуратненько, красиво. Это абсолютно такая европейская атмосфера, похожая на Голландию. Вот мы в Нидерландах прожили три года со штукенцей. И такое ощущение, что Израиль, это взяли Нидерланды и перенесли их в более жаркий климат. И мне очень понравилось. Такой он очень уютный, он очень чистенький, красивенький. И даже вот эти вот, там есть какие-то старые дома, которые тоже люди показывают, и на видео многие там ругают их. Даже они, мне кажется, довольно-таки аккуратные. За счёт того, что там жарко всегда, за счёт этого там, соответственно, довольно-таки чисто. То есть, если у тебя такой климат, он дождливый, у тебя там везде всякая сляка и грязь, и в целом что-то там может гнить, в таком ключе, то на жаре всё всегда высыхает, ничего не гниёт. Ну там песок, наверное, на зубах скрипит порой, какие-нибудь песчаные бури бывают, но это редко. Вот меня в Израиле больше всего пугает жара. То есть, летом там тридцатка, это вообще как бы не очень холодно, не очень тепло даже, да. Вот, то есть, полгода в Израиле очень жарко. То есть, там конец весны, лето и начало осени, там очень жарко. Остальное время нормально. Вот это меня пугает, потому что я, в общем, жару так не очень люблю. Я тоже жару вообще не люблю. Я люблю более прохладный климат. Голландию. Голландию, да, не Дорланда такой климат. Дождь. Дождь я люблю. Вот, в этом смысле, да, климат такой жаркий. Он мне не нравится сам по себе, но с другой стороны, я его нормально переношу. Я тоже, он терпимый. Да, я не страдаю прямо от жары. Ну, мне не нравится, что я потею там или что-то, но я, нет, бывают люди, которые плохо переносят меня. В состоянии здоровья бывает, да. У меня такого нет. Я нормально переношу, в принципе, такие температуры, да и жару, и часто куда-то и летом, даже и загорать я люблю. Поэтому, в целом, наверное, меня это не столько пугает, сколько просто это такой факт, ну, пустыня типа чего. Ну, да. Такой климат. А вот всякие тараканы большие, вот эти вот, змеи, пауки, скорпионы, вот это меня прямо-таки напрягает. Мне кажется, это такой overreacting. Наверное. Вот люди про это всё говорят, пишут про вот этих тараканов, просто потому что, как бы, ну, они это замечают, их-то пугают. Не знаю, во-первых, когда я был маленький, у меня дома жили тараканы. Большое количество, я помню, я однажды... Да, и когда я большой тоже. Да, я помню тараканы я посадил себе в банку трёхлитровую, большую такую, и давал ему хлеб, он у меня несколько дней жил там. Потом он размножился в этой банке. Ну, я был маленький, мне было интересно смотреть. То есть я как-то не боялся этих тараканов никогда. Хотя я тоже не люблю их, неприятно. Но они же не кусаются, так что, в общем. Но у нас дома тараканов нет, да, сейчас со штукенцей. Там они и живут, потому что там, соответственно, ну, они везде живут. Потому что там жарко, там не бывает зимы, они там ничего не промерзают. А если ничего не промерзает, естественно, куча всяких насекомых есть. Касательно скорпионов, змей и так далее, ну, как бы их мало. В населённых пунктах, я думаю, это такая большая редкость, только если ты куда-нибудь на природу выйдешь. Вот тараканы, да, потому что они там летающие, такой вид. Тараканов, больших летающих тараканов. Но если вы так же так сильно боитесь, можно просто не открывать окна. То есть там окна закрываются с жалюзями. Включил кондиционер, он тебе обеспечивает циркуляцию воздуха дома. И никаких у тебя тараканов нет. Ну, от соседей, может, они через вытяжку могут приползти, ну, возьми, повесь там сетку какую-нибудь москитную на эту вытяжку. Это как бы решается вопрос, мне кажется. Наверное. Мне кажется, это люди оверреактят в плане таких моментов. Ну, наверное, может он на тебя на улице, ты идёшь, может на тебя какой-нибудь таракан сесть. Блин, я обостроюсь. На тебя тут, Саша, садится какая-нибудь бабочка. Ну, сравнил бабочку и таракан, летающий. И то, и то не кусается. Не знаю, как я это могу пережить. Я знаю, ну, окей. Это очень страшно. Я, для меня, знаешь, какая проблема? Это вот уже следующее следствие из климата. Именно в том, что мы с тобой любим гулять. Да. Мы каждый день проходим минимум 5 километров, а то желательно и больше. Да. Соответственно, я не очень понимаю, как в Израиле летом гулять. Всё это нужно гулять либо тогда уже после заката солнца, а в темноте гулять не прикольно, потому что я люблю... Скорпионы. Ну, во-первых, кстати, куча... Вот вечером я бы не хотел гулять в таких жарких странах, потому что это может быть уже опасно. Хотя, например, в Египте мы всё время по ночам гуляли с тобой. Ну, там всё-таки отельная зона. Отельная зона. Ну, мне кажется, тут тоже в городе как бы довольно-таки безопасно. Если за город куда-нибудь не фигачить, наверное, там этих гадов всех уничтожают. Не верно. Было бы логично. Вот. Но всё равно, как бы, получается, если у тебя приходится из-за того, что жарко очень, гулять только по вечерам, по вечерам я не смогу вдаль смотреть. Я люблю вдаль смотреть. Когда гуляю, расслабляю глаза, потому что я программируюсь уже весь день, и, соответственно, хочется потом расслабиться. Так что, вот это проблема. Я не знаю, как люди там гуляют, надо понять. Может быть, всё-таки днём можно таки там гулять, где-то, может быть, какой-нибудь тенёчек там есть, чтобы можно было погулять. Нам нужно пройти в день 5 километров. Вот где там? Где там пройти 5? Вот это я не очень понял. Потому что если там 35 градусов, это выйти вообще даже больно. Ну, ладно, выйти там в магазин, пройти там 20 минут, окей. Но вот чтобы отказать 5 километров, получается, надо дома, что ли, ставить какую-нибудь ходилку. Ну, в общем, вот это... Хотя, я не понимаю, потому что это, кстати, большая разница. Наша жара и жара, например... Вот мы были во Вьетнаме, и там очень жарко тоже, и очень душно, там такая влажность высокая. Там влажность 90%, и ещё и жарко там 35%. Да, это вот одно. А другое дело, когда у тебя очень жарко, но при этом влажность низкая, поэтому эта жара не чувствуется так сильно, на самом деле. Возможно, в Израиле в этом плане и так уж и плохо. То есть, из-за того, что там очень низкая влажность, вот эта жара, она такая сухая, и поэтому не так сильно, может быть, плохо. Я не знаю. Да, я тебе тоже не знаю. Надо посмотреть. Ну, это мы про плохое сказали, да? Ещё что-нибудь сказать про плохое или про плохое? Да, и про плохое. Давай про плохое. А с плохого начали? Можно сейчас уже начать про хорошее, про плохое. Что ещё там плохого? А, ну, то, что там очень всё дорого, естественно. Ну да, это вообще жесть. Я не очень понял. Люди говорят, что там дорогие продукты. Я вообще этого не ощутил. Я посмотрел много видео про стоимость продуктов в Израиле. Стоят они примерно так же, как и в Москве. Что-то может быть дороже, там мясо какое-нибудь. Но, как бы, например, фрукты и овощи многие стоят так же, а то и дешевле даже что-то. Мы в основном уж кушаем фрукты и овощи. Ну, вот раз в неделю мы едим мясо, раз в неделю мы едим рыбу. Ну, как-нибудь там протянем, я думаю, нормально всё. По ценам я посмотрел цены. Как бы, можно найти что-то не очень дорогое. Можно, если ты какие-то вещи покупаешь, просто ты привык приходить в магазин и не смотреть на цену, наверное, ты можешь напороться на то, что тебе будет что-то не хватать. Ну, вот так вот, как бы, какие-нибудь яблоки, там, картоха, курица. В принципе, можно это всё покупать там нормально. Я не ощутил стоимость продуктов, зато я ощутил стоимость жилья. То есть, там купить квартиру в Израиле, это вот только в кредит. Только ипотека. Другого варианта нет, она слишком дорогая. Соответственно, тоже, это квартиры, там, в общем, которые ты можешь себе позволить, они тоже довольно-таки хреновые. Всё это, там, это дорогая страна в плане недвижимости. Я уже не знаю, почему там всё так сложилось. Вот. Ну, и у людей очень большие зарплаты, соответственно. Даже у таких неквалифицированных работ, там высокие зарплаты, там вообще-то, как бы, очень дорогое всё. Из-за вот этих вот зарплат. Ну, потому что там ещё большой налог идёт, так сказать, на военную тему. Это, кстати, к минусам. Потому что там за счёт того, что постоянно приходится им за безопасностью следить, чтобы их там не бомбили, всякие железные купола поддерживать, приходится много, соответственно, отдавать. И тем, чем ты там пользуешься, и еда, которую ты покупаешь в магазинах, везде вложен, так сказать, процент на оборону. Вот. Это проблема. То есть проблема, например, снять квартиру, такую плохонькую квартиру, это вот, типа, 50 тысяч рублей. 40-50 тысяч рублей, это плохонькая квартира. Пустая причём. Там, например, квартиры, я посмотрел, они почему-то все сдаются, все пустые. Причём ещё к этой квартире, я прочитала, это без коммунальных платежей, ты ещё все коммунальные платежи отдельно оплачиваешь, и ещё налог на место, где ты живёшь отдельно. Это что такое? Ну, типа, называется Арнона, это, то есть, допустим, ты живёшь в каком-то месте, и у каждого места есть свой налог, что ты там живёшь, налог на место жительства. И вот это всё ещё отдельно ты оплачиваешь к аренде квартиры. Если ты, то есть, вот проблема-то в чём, вот лично для нас? Мы работаем удалённо, мы там много чем занимаемся, соответственно, мы работаем, мы не будем работать где-то там вот в Израиле, на какого-то дяденьку, на тётеньку в каком-то таком месте. Мы планируем продолжить, как в Москве работаем удалённо, там снимаем видео и многие другие вещи делаем. Так и там мы планируем это делать, и если в Москве нам всего хватает вот так, то, что мы работаем удалённо, то там вот эта удалёнка, она будет, мы там будем реально бедствовать. То есть, там нужно где-то устраиваться на какую-то местную работу, соответствующими местными высокими зарплатами, которые будут улетать только так. Вот, и это тоже такой минус, конечно. С другой стороны, мы, конечно, очень так с тобой спартански привыкли жить, и в Нидерландах, например, мы там, тоже все говорят, что в Нидерландах так дорого, мы в Нидерландах умудрялись там жить вдвоём, на 500 евро это ещё с арендой. То есть, аренда жилья там 350, и на 150 евро мы, блин, жили нормально. Ну, может, чуть больше, там чуть меньше. Вот. Ну, просто спартански мы ходим там на рынок покупать всякие там фрукты, овощи, ну, какое-то там мясо иногда едим, но не каждый день просто потому, что мне нельзя, например, много мяса, у меня подакра начинается. Вот. У меня высокое содержание в крови, мочевой кислоты, если я много мяса жру. Потому что я его слишком много раньше ел. Вот, соответственно, мы так всё очень умеренно едим, и вообще стараемся поменьше есть, потому что тут вредно много наедаться, чтобы быть такими поджаристыми, поджарными, худенькими, здоровыми. У нас здоровый образ жизни, мы не пьём, не куем, там. Поэтому, соответственно, тоже эти такие расходы, многие люди тратят только на 30-ку в месяц на какое-нибудь бухло. У нас этого нет. Ну, не знаю. В общем, да, стоимость жизни там, дорога, там, конечно, большая. Если мы в России чувствуем себя очень уверенно и хорошо с нашей вот работой по удалёнке, то там это будет сложно. Следующее, это безопасно, кстати. Вот, касательно всех вот этих вот проблем нападения, всяких террористов, это всё очень страшно. То, что везде в каждом доме там было убежище, нужно в них там убегать. То есть, в России, например, мы живём, мы минимализируем риски тем, что мы не ходим. Вот, если темно стало, мы уже не выходим из дома вообще. То есть, мы не гуляем в тёмное время суток вообще. Чтобы просто минимизировать риски, что с тобой может что-то произойти. Конечно, и в светлое время суток может что-то произойти, но шанс меньше. То есть, мы такие люди, мы привыкли снижать риски. Соответственно, такой риск, когда у тебя постоянно есть шанс, что что-нибудь тебе пролетит на голову, ты его снизить никак не можешь. Затем, что жизнь была убежище. Это, конечно, минус. Такое, с другой стороны, мне кажется, если так посмотреть статистику, мне кажется, очень маленький шанс, что с тобой что-то произойдёт. То есть, это как бы тоже такая вещь. Алармизм. То есть, говорят, что вот это так страшно, так страшно, что-нибудь там прилетит тебе на голову. Мне кажется, шанс, что тебе что-то прилетит на голову, он существенно меньше, чем шанс, что тебе сосуль какая-нибудь отломится у нас. Ну, или примерно такой же. Так что, мне кажется, это не так страшно и плохо. Как вот люди это говорят. Хотя, наверное, действительно тоже привыкаешь к тому, что вот какие-то там сирены иногда звучат. Наверное, не очень приятно, в общем. Ну, я не знаю, я это вот... Я это виртуальная какая-то картинка у меня есть, я это на себе не ощутил. Наверное, есть разные опять же города. Есть города, где страшнее, где меньше. Я, кстати, думал всегда, что Израиль это такое место, где нет преступности вообще. Ну, как бы то, что там такая сплочённая нация и всё такое. Я почитал, оказывается, там тоже преступников полно и всяких наркоманов, и чего там только нет. То есть, это обычная страна со всеми, так сказать, вытекающими, в которые тоже вот хватает всяких рисков. Вот. Но, наверное, этого там может чуть-чуть поменьше, чем в других местах. А у тебя ещё что-нибудь тебя пугает там? Мы уже всё говорили. Цены, безопасность. Да, в принципе, нет. Давайте поговорим про плюсы. Ну, плюсы, во-первых, то, что это очень развитая страна. Ну, абсолютно такая европейская. Одна из передовых стран в плане в целом развития как социального, экономического, по всем параметрам. То есть, сейчас вот у нас из-за санкций мы просто... почему мы сейчас тоже задумались о репатриации, потому что мы не можем в России просто даже получить деньги, которые мы сейчас зарабатываем. Мы зарабатываем деньги, но мы не можем себе в долларах, чтобы они сюда были переведены. Сейчас вот перевод в Тинькофф, они минимально сделали, по-моему, 20 тысяч, с какой-то конской комиссией. То есть, ну, просто нам, грубо говоря, перекрыли кислород сейчас в России. Мы вообще не можем никак зарабатывать ничего. Соответственно, там с этим проблем нет. И вот в России мы раньше тоже платили всегда налоги и все такое. А сейчас вот мы платить налоги не можем, потому что мы просто ничего не зарабатываем тут толком. Мы с Ютуба не можем перевести себе зарплату нашу каждый месяц. Вот. Там таких проблем нет. Соответственно, опять же, уровень правовой культуры, он тоже, мне кажется, сильно выше. То есть, там у них, наверное, есть вот эти все бонусы. Видео... Ну, тут пока что, видишь, я свечку не держал. Это вот судя по тому, что я там числа какие-то рейтинги смотрел в плане экономических, политических и различных других свобод. Независимый суд и все такое. У них вроде должен быть, наверное. Это плюс большой. Потому что мы поэтому скучаем, конечно, по чувству безопасности, как в Нидерландах, которые у нас были. Да. На самом деле, в России нас вообще все устраивает. Тут все очень классно и нам все очень нравится. Кроме вот некоторых моментов, связанных именно с тем, что ты себя чувствуешь в России все-таки... Такой тут правовой нигилизм у нас. Соответственно, ты... Не можешь, грубо говоря, если вдруг кто-то там нарушает твои права, получить честного, беспрестрастного рассмотрения в суде. Да, то есть если там тебя собьет кто-нибудь на машине и у него будут завязки лучше, чем у тебя, то ты и сядешь в итоге. Обидно довольно-таки. Вот. Но вот эти моменты нам, конечно, не очень нравятся тут. Ну и моменты, тоже связанные с, соответственно, экономическими проблемами, которые... Там вот этого нет. Это большой плюс. Такая развитая очень страна. Да. Какие-нибудь еще плюсы? А, плюсы? Ну, мы там еще не были. Три моря. Да. То есть... Многое место интересное. Три моря, в которых можно тоже покупаться и посмотреть. И там вообще это... Израиль это же древнейшая такая страна. Мне кажется, там много всяких интересных мест. Да, то есть там офигенно можно посмотреть всякие древние города с такой средневековой архитектурой. Именно восточной. Там же вовсю и были вот эти все крестовые походы. И до этого там люди еще жили. То есть как бы... Ну, кажется... Родина всех религий. Такой эстетики сложно найти где-то в других местах, чтобы там сочеталось... Культурный аспект. Да, такое вот... Какой-то культурные особенности. Там же сочетаются и евреи, и арабы. Все вместе. И христиане, все. Ну и вообще, там очень такое интересное конгломерат культур перемешивается. И плюс еще много всяких древностей. Именно таких вот, типа Иерусалим. Ну, все, что на слуху у многих людей по всему миру. Всякие там... Ну, хотя мы и не религиозные люди, но все равно это любопытно даже. Просто посмотреть на разные религиозные там какие-то здания. Культурные. То есть это вот такой аспект, который... В России у нас вот какая-то своя культурная среда, к которой мы привыкли, она нам кажется обычной. То есть ты в ней живешь, и она уже не вызывает что-то такое любопытство, что тут живешь. А когда вот такая другая культурная среда, это очень интересно, мне кажется. Да. Вот. Это необычно. И даже вот мы смотрели видео из этого города Ака, когда люди гуляют по городу, и складывается ощущение, что ты попадаешь в другой мир какой-то. Ну, так ты такого не видел, там, где ты живешь. Это мне кажется интересно. Средневековая вот эта вот восточная архитектура, это прикольно. Да, и там даже просто вот как люди мимо ходят, как там они разговаривают, какое-то вот все, все очень сильно и необычно, и интересно. Угу. Мне кажется, это будет вызывать такой культурный шок у нас в первое время, ну, такое приятное в смысле этого слова, что ты будешь чувствовать, что ты как переместился в какое-то параллельное пространство. Ну, вообще, на самом деле, еврейский народ, он очень интересный. Угу. Вот, даже их язык, мы уже, кстати, посмотрели, так почитали немножко про язык, ну, там, уже можем, читать мы, конечно, не умеем ничего так толком, но буквы различаем. Вот, и, в общем, это интересно, на самом деле, очень. Угу. Просто с точки зрения культурного аспекта, мне и наша культура нравится, интересно, славянская, вот, ну, еврейская, она, в общем, тоже сильная. Еще я очень люблю хумус. Ну, да. Мне кажется, он должен быть там очень вкусный. Потому что в Москве я покупаю хумус, он тоже вкусный. Наверное, там вкуснее, логично. Логично, логично. Я бы очень хотела съесть там хумус. Да, ну, конечно, первоестепенно для меня сейчас аспект это именно в том, что, ну, мы вообще давно уже думали куда-то поехать. Угу. Вот сейчас вот эти события, которые, грубо говоря, лишили нас возможности просто, ну, получать какие-то деньги. Да, мы сейчас не можем ничего зарабатывать, потому что все закрыто, все эти санкции. Вот. Ну, и в целом такая развитая страна. Тут самое важное, мне кажется. То есть страна, где очень конкурентная среда. Чем она конкурентнее, тем лучше, значит, там все лучше работает. В целом, такая сильная, экономически развитая страна. Вот это для меня очень важно. Соответственно, у нас будет там возможность, я например, сейчас разрабатываю свою игру. Я хочу, чтобы она у меня была в Google Play, там в Apple Story. В России сейчас ее получается даже выставить нельзя, монетизацию никакую не можешь сделать. То есть я фактически не могу просто, я не могу за своим делом тут заниматься из-за вот этих санкций. Поэтому мне сейчас нужно думать, вот я сейчас сделаю свою игру, где мне ее регистрировать. Можно, наверное, где-нибудь офшор на Кипре какой-нибудь найти, я не знаю, что это, наверное, можно придумать. Но вот Израиль в этом плане, там у них вообще очень хорошая, кстати, сильная IT-отрасль очень. У них там своя силиконовая долина. И, соответственно, там, опять же, грамотная налоговая политика, потому что тебя там сразу не начинают во все щели. И там спокойно можно зарегистрировать свою игру и платить какие-то налоги. В общем, это большой для меня просто единственный способ, по сути, сейчас как-то тоже реализовать мои задумки в плане бизнеса. Потому что у нас из-за этих экономических санкций я просто ничего не могу сделать. Вот есть наш тор какой-то там что-то, но у меня игра, естественно, она ориентирована на международную среду. Денег больше. Вот, соответственно, это такой вопрос выживания, грубо, сейчас у нас. Так-то нам вроде в России нам нравится и климат и все, и тут не жарко и хорошо, но просто мы сейчас в таких условиях, при которых как бы надо, наверное, куда-то убегать. Где-то нужно устраиваться в новом месте пока 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 будет поздно получается. Сейчас игру сделаю и что-то дам не удивать. Мы вместе разрабатываем игру. Вместе со штукенцем программируем. Вот, это такая причина важная. Мне кажется, это такое современное государство, одно из передовых государств, с очень интересным культурно-историческим аспектом. Люди заслуживают уважения, что они взяли и смогли спустя тысячи лет. Это вообще круто. и в целом, мне кажется, там тоже в целом такое люди там интересные живут. Умные интересные люди. То есть культурный уровень там высокий должен быть. И опять, кстати, там много очень русских. Ну, не скажу, что это всегда плюс. Ну, мне кажется... Туристическим местам так не скажешь. одно дело Тагил, да, там в каком-нибудь отеле в Турции, а другое дело как бы люди, которые там переехали и строились. Ну, это плюс в том смысле, что всегда можно поговорить с кем-то на русском. Да. Это большой плюс. Мне кажется, если уж мы туда переедем, можно там выучить язык. Не проблема. Мы с тобой учили... Ну, мы же просто любим русский язык Ну, да, русский язык мой любимый, но голландский мы учили немножко на нем магиом. Мы учили даже испанский немножко магиом на нем, но английский у нас свободный вообще. Так что, почему бы не освоить игрит, я не знаю, можно, посмотрим. Но сейчас вопрос туда попасть, потому что мы сейчас подаем, думаем, как эту репатриацию сделать, потому что там в общем-то нужно очень много бумажек и в общем нужны какие-то предки, нужно что-то там доказывать, показывать. В общем, мы в процессе. Так что посмотрим. Ну, просто мы поделились с вами своим мнением о каких-то какие-то такие моменты, то, что нам там нравится, обсудили. Вот напишите, что вы думаете по этому поводу. С вами была Штукенция. И Гроглаз. Ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на наш канал. Пока.